Мурава Межрегиональный фестиваль промысла «Берестяная река Урала» Это уже второй фестиваль, который проводится в Свердловской области, в городе Екатеринбурге для гостей и жителей нашей столицы Сегодня в парке «Таганская Слобода» замечательный день День мастерства, день творчества, вдохновения и, конечно же, уникального промысла, который многие столетия назад возник на Урале и живет и развивается до сегодняшнего дня Фестиваль этот задуман как фестиваль различных направлений промысла В прошлый раз, то есть первый фестиваль у нас проходил два года назад и это был фестиваль гончарного промысла В этом году мы выбрали направление «Художественная обработка бересты» В этом году в фестивале принимают участие 8 субъектов Российской Федерации Это и Великий Новгород, это Архангельская область, Челябинская область, Пермский край, Удмуртская республика, Санкт-Петербург и, конечно же, мастера Свердловской области Улица, улица, улица широкая Ой-ля-ли, 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 ой-ля-ли В рамках фестиваля у нас работают замечательные две выставочные экспозиции Это в первую очередь экспозиция самих уральских мастеров, хозяев этого конкурса фестиваля где представлены традиционные локальные территории и, конечно же, это конкурсные работы, это домашние конкурсные работы Нашим мастерам я хочу выразить, во-первых, огромные слова благодарности за то терпение, за их любовь к своим традициям Традициям, которые действительно многие века назад жили и сегодня они являются продолжателями такого замечательного, культурного, традиционного направления в промысле Жюри в этом году очень непростая задача потому что множество мастеров работают в берестяном промысле сегодня и он действительно развивается Я надеюсь, что все мастера, которые принимают участие по достоинству, будут оценены Это первый фестиваль по бересте в Екатеринбурге Это не значит, что до этого не было фестивалей, но это продолжение в цепи всероссийских фестивалей И я вот как председатель жюри данного фестиваля и конкурса искренне рад, что руководство Центра традиционной народной культуры планирует и впредь продолжать фестивали, связанные с бестерным ремеслом и с другими видами ремесел Потому что именно фестивали, именно выставки позволяют не только возрождать традиционную народную культуру но и показывать, что это современно, что это актуально, что это востребовано в сегодняшнем мире что это не только мы делаем для сувениров каких-то, но это мы можем использовать в быту напрямую Вот все больше и больше людей увлекается различными видами плетения, в том числе из бересты И для мастера это большой, как сказать, вызов, допустим, сплести лапти Лапти это уже одна из вершин творчества, лапти плести нелегко И то есть вот для мастера это продвижение вперед, наиболее техничные какие-то там интересные вещи делать Ну или, допустим, вот плетет бутылеобразный сосуд из бересты Там очень хорошо хранить горох, кофе, сыпучий рис, понимаете Это вот я на кухне стоять, как какой-то вот такой образец Придут, допустим, родственники или гости, скажут, слушай, а где взял? Где взяла? А мне тоже хочется, понимаете? Или туесок, допустим, хранить там и сыпучие, и травы, и бог знает что В этом случае, конечно, традиционная народная культура, она предпочтительна для нас Мы ее почти начали забывать вот в советский период по разным причинам, в том числе идеологическим А сейчас это вдруг выясняется, что это основа нашей культуры, поэтому мы ее возрождаем активно И вот для этого вот фестивали такого уровня нам и нужны, чтобы показать общественности Да, мы на верном пути, мы вот мастеров выращиваем и готовим, и они нам вот это преподносят как элемент И еще один самый главный аспект, ничего в культуре народа не должно быть забыто Если какие-то вещи там ушли в прошлом, мы должны технологически их вспоминать и сохранять в нашей культуре Это элемент нашей культуры, понимаете? И вот это много аспектов и позволяет фестивалям решать вот эти вопросы Мы делаем горлаточку в технике плетения У меня горлатка будет прямого плетения Это когда ленточки у нас под прямым углом идут Есть еще другие техники, вы потом посмотрите, я думаю, наших участников И оцените их работу Вот, ну в данный момент вот я сейчас делаю основу Потом выйду на горлышко и буду оплетать вторым слоем У нас изделие получится красивое как внутри, так и снаружи Это придаст ему еще дополнительную плотность Такую еще монументальность, можно сказать Раньше таких горлаточков, их горлатки называли, если горлышко есть Хранили, как правило, какие-то сыпучие продукты Их еще могли называть крупеники Фестиваль нужен для того, чтобы все мастера познакомились с друг другом Познакомились с тем, что делают другие Сравнили свои силы, вдохновились, получили какие-то новые идеи Для того, чтобы могли работать и развиваться дальше Я делаю корпус резного туиска Это внешний слой резной и потом еще внутренний без резьбы Потом их надо будет собрать и оплести, вставить дно И получится туисок с резьбой Прорезная береста называется Я делаю традиционные туиски, вирсно-чусовские городки Вот это все набойки, это были в старину все это сделано Настроение от фестиваля очень приятное С мастерами много Познакомились, пообщались, получили массу впечатлений хороших Недавно была передача по телевидению о кукольнике Обрасове Сказали о том, что он делил вещи на две группы Нужные и необходимые Нужные там стол, кружка, диван То, что нужно для жизни А необходимо это то, что вдохновляет для творчества Так вот, на этом фестивале Столкиваешься с вещами, которые необходимы постоянно Это работы мастеров Которые заставляют думать, что можно сделать еще Сами мастера, их разговоры Их инструменты, их планы Поэтому можно сказать, что фестиваль Бертина река Урала, это не то, что нам нужно Это то, что нам необходимо Туес именно служил для продукции Есть такой туес Сколотень, а есть для сухих продукций Это мурошки, макарошки, которые Ничего не портится, нет влажности Ничего, сохранять температуру Заданного атмосферы Добавляем к этому туесу каждый по-своему Каждый мастер свою красоту И вот это, видите, это горы уральские Это озера и солнце И которые, действительно, мы в это место Мы должны восхвалять И туес будет адресно понимать Откуда он был Не то, что фамильное сделано Там где-то произведение А то, что он на Урале Это крестьянин или бывший крестьянин Или современный человек Этого времени сделал, чтобы гордиться Своим временем и свое проживание Я думаю, что фестиваль Это очень несет полезные эмоции Особенно для меня Я ярко выявляю Я сейчас до сих пор не могу успокоиться Хотя у меня на время сделано это Но я стараюсь совмещать и говорить с вами И радоваться жизнью просто Но поскольку это ознакомительный мастер-класс И условия такие фронтовые, полевые И у нас рассчитаны задания Достаточно простые Мы всегда мастер-класс делаем так Чтобы было интересно всем То есть по сложности разные Маленькие пришли Простенький цветочек Постарше пришли Цветочек посложнее Мальчики захотят Кораблик сделают То есть это вроде для организации сложно Но интереснее Суд Мессила захотел Сделать небольшой туисочек Мы ему тоже покажем Как делается замок Это он уже сам сделал И вот сейчас он занимается тем Что вырезает декоративный резной элемент Резьба это достаточно сложный вид творчества И сегодня даже есть номинация Резьбы по бересте И там по-моему только два человека участвуют Один из них Он у нас речи Безусловно такие фестивали Как берестяная река Урала Они очень важны И особенно приятно Что они проходят при поддержке Нескольких ведомств Это Минкульты Министерства инвестиций И вот в этом содружестве Рождается сохранение традиции Ее возрождение Передача другим поколениям И кроме прочего Такие мероприятия Такие событийные мероприятия Они важны для сферы туризма Потому что безусловно Людей привлекает И картинка И события И история Мы в Сыровской области Очень гордимся Что на Среднем Урале Сохраняется и развиваются Традиционные для Урала Народные промыслы и ремесла И недаром Когда иностранцы приезжают к нам На наши международные проекты Которые ежегодно проводятся В регионе большое количество Кроме культурно-исторического наследия Прежде всего Зарубежные гости Интересуют традиционные культуры И традиционные народные промыслы У нас в Сыровской области Существует система государственной поддержки На законодательном уровне И в части экономической поддержки Министерство культуры Сохраняет и популяризирует Народное творчество В 2019 году В рамках государственной программы Сыровской области развития культуры Заведено отдельное мероприятие Это проекты На поддержку и развитие Народных художественных промыслов Ежедневно мы проводим Большое количество Региональных, межрегиональных Фестивалей, конкурсов В этом направлении Мастер-классов Научно-практических конференций И очень рады, что Народные художественные промыслы Наши традиционные У нас развиваются и сохраняются Я хочу Объявить торжественно Что мы сейчас делаем Замечательное дело с вами Мы посадим Три березки Уральские В парки Которые здесь будут Расти И напоминать людям Ну и в том числе И конечно же Хозяевам этого парка Что когда-то здесь прошел Такой замечательный фестиваль Межрегиональный фестиваль Промыслов Берестяная река Урала Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова